Герои чужой войны. 15 февраля исполнится 33 года вывода советских войск из Афганистана. На военно-технической школе состоялось мероприятие с участием афганцев, посвященное дате, которая навсегда останется в летописи Казахстана. Ирина Вобещевич расскажет подробнее. Старший прапорщик, наш фельдшер, ему оторвало ногу. Техника ушла туда, скалы там еще задержали, метров 30-40 она катилась. Войны-афганцы были приглашены в военно-техническую школу для проведения урока мужества, посвященного 33-й годовщине вывода войск. Казахстанцы участвовали в афганском военном конфликте в составе советского военного контингента. Число военнослужащих из нашей страны, направленных для выполнения интернационального долга в Афганистане в период с 1979 по 1989 годы составил 21 239 человек. Вооруженные силы Казахстана, как мы убедились в январьских событиях, трагических, это все показало, вооруженные силы это опора государства. Самая-самая опора. Если у нас будет сильнейшая армия, никто не посмеет. Будут, может, вякать, но супостат не посмеет посигнуть на родину. Рассказы непосредственных участников событий войны, изменившей судьбы тысяч человек, не оставили равнодушными курсантов. Выполняя свой интернациональный долг в Афганистане, вооруженные силы СССР потеряли убитыми 14 427 человек, а 53 тысячи были ранены или контужены во время боевых действий. В том числе потери Казахстана составили за 10 лет 947 человек. И это были такие же молодые парни, как и они. Вывод войск в 1989 году и то, как войны афганцы воевали, как был осуществлен вывод, является реальным событием, подтверждающим стойкость, мужество и ратную доблесть. Сегодняшняя армия должна стоять на страже спокойствия своих граждан. Армия – это самое святое в государстве, потому что только армия может сохранить две вещи. Это территориальная целостность государства и суверенитет. Чтобы враг не сунулся, если сказано убрать крышку, собака теряет стыд. Вот я привел такую поговорку казахскую. Вот армия – это и есть крышка. Цель мероприятия, говорит руководитель военно-технической школы, воспитание, патриотизма и мужество у воспитанников, сохранение памяти о черных днях истории казахстанцев. То есть они выполняли свой долг в том возрасте, в котором сейчас учащиеся этой школы находятся в таком же возрасте. Ну, начиная от 18 лет, я постарше – это 24 года. Ну, и кто служил солдатами, они 18-летними пошли, а офицеры – вот 23-24 года. Мероприятие продолжилось минутой молчания в честь павших воинов-интернационалистов. Ветераны войны в Афганистане принимают активное участие в проведении торжественных проводов-призывников. В митингах памяти, круглых столах проводят патриотические акции, конференции и дни открытых дверей. Сегодняшний урок мужества продолжился концертом, подготовленным совместно афганцами и курсантами. Впечатление очень хорошее, потому что многие не знают то, что эти люди сделали очень смелые, героистические поступки. С другой стороны, мы поминаем наших погибших, 86 человек из Каргандистской области погибло. Эти дни посвящены памяти наших погибших ребят. Ирина Вобещевич, Александр Кирьянов, Наталья Заяц, 5 канал.